Фестиваль футбола Праздник футбола в крытом Манеже в Черкизово посетили около 150 летишек разных групп и возрастов. И, конечно, их мамы и папы. Мы очень рады. Наш ребенок с таким удовольствием ехал и ждал этого дня. Надеемся, что и далее будут положительные эмоции. Мы выйдем отсюда с полным ощущением счастья и удовольствия от проведенного дня в нашем любимом клубе. Ожидания переживающих родителей оправдались. Счастью детей не было предела. Сначала им рассказали о клубе и показали несколько эмоциональных роликов от ЛОКО ТВ. А потом в зал вошли долгожданные гости. Дима Тарасов, Немани Пьячинович и Марината Гильермо. Юные воспитанники тут же отказались слушать ведущего и набросились на футболистов. Наши игроки, по их собственному признанию, получили не меньше удовольствия. Футболисты не только лично пообщались с детьми, поучаствовали в викторинах и эстафетах, но и сразились в настоящем футболисте. А те, кто сидел в матче на замене и ждал своего выхода на поле, могли поразвлекаться с Рейлом или просто отдохнуть. Сереж, давно футболом занимаешься? Да, примерно прошлом летом, сентября. А что ты здесь сегодня делаешь? Расскажи, вот ты сюда пришел и... Мы сегодня должны... Будем играть с футболистами реальными, настоящими. И будет эстафета разная. А ты хотел бы стать настоящим футболистом? Конечно же. И за какой клуб ты выступал бы? Ну, конечно же, за лукомотив. Проигравших сегодня на поле не было. Счастливы были абсолютно все. Начинающие футболисты бегали за своими кумирами и никак не хотели отпускать игроков. Поэтому и пробраться к нашим железнодорожникам оказалось непросто. Такой толпой окружили футболистов на автограф-сессии. Я думаю, было весело. И вот видите, что сейчас происходит, я даю автографы на столе, потому что, когда я спустился вниз, у меня они прыгали на голове. Не устал от детишек? Нет, мне нравится заниматься с детьми. Если это приносит им какую-то пользу, то я с удовольствием провожу свое время на таких мероприятиях. Какие эмоции вообще остались у тебя и, ну, может быть, у Немо, Гильерман, изо всех, если ответишь? Ну, я думаю, что самое положительное, особенно, наверное, игра в футбол, когда дети просто за одним мячом всей толпой бегали по 100 человек. Вот, поэтому, я думаю, самые положительные эмоции. И на завтра выходной, думаю, я зарядился этими хорошими эмоциями и хорошо проведу выходной. Ну, напоследок, что можешь пожелать воспитанникам, юным футболистам? Что должны слушать, как папу, маму, потом быть хорош в школе и слушать тренера потом. Это все.